мир вам дорогие друзья мир тебе виргиния и хотел бы я сейчас рассказать как человеку легко в это данное время в последнее перед пришествием иисуса христа получить прощение грехов и спастись просто-напросто мы как бы сказать ждем христа каждый день но я тогда говорил уже в одной проповеди которая была до этого христос не открыл что с 31 на 1 но это был не тот календарь это был календарь который люди придумали а тот божий календарь это по православному получается с 31 на 1 а по нашему календарю здесь получается с 13 на 14 господь придет в эту новогоднюю ночь с 13 на 14 по нашему времени и сбылось пророчество потому что никто не знает ни дня ни часа я тоже его не знаю потому что или 13 или 14 в какой час я этого не знаю но в новогоднюю ночь потому что и писание нам говорит что 25 глава матфея 5 6 стих там написано что все задремали и уснули и вдруг вот раздался крик жених идет и вот этот крик господь и сделал через то чтобы люди успели подготовиться потому что если внезапно господь придет люди не успеют услышать подготовиться тубу меньше будет спасенных поэтому человек как бы многие вот которым говорю людям они потом ну как бы сказать некоторые ну пробуждаются ничего себе последнее время так я сейчас или в аду или в раю или останусь или заберусь на небо и люди уже начинают переживать а это начало переживание их не как-то и пробуждает ихнюю совесть если ихнюю душу пробуждает чтоб человек начал ну как бы сказать искать бога искать спасение и хотел бы это самое сказать что господь говорит 28 глава от матфея 20 19 20 стих иисус христос говорит да нам не всякая власть на небе на земле и так идите научите все народы крестяек воем отца сына и святого духа уча их соблюдать все что я повелел вам и я дорогие друзья уже немножко возраст старый на эту проповедь писал готовился поэтому я буду поглядывать сюда и говорить тоже эти слова мы все видим друзья дорогие что последнее время ужасное приближается и любящий бог к нам предлагает чтобы мы перешли от дьявола на сторону господа это от матфея 12 глава 30 стих иисус христос говорит кто не со мной тот против меня кто со мной не собирает тот расточает люди начинают иногда говорить а это у гитлер говорил так ну да гитлер говорил или коммунисты говорили но они говорили из библии не бог слушал их потом говорил они сначала узнали а потом говорили божьи слова пользовались божьими словами вот для того чтобы перейти на божию сторону надо сказать всего три слова господь не открыл он сказал пусть человек только скажет сознательно но осуждает свой грех пусть только скажет господи прости меня грешника и будет спасен господь не это тоже сказал он не избрал последним пророком последнего времени и господь эти слова говорит это подтверждается как раз же из писания потому что господь горит кто призовет имя мое тот спасется то есть призывает господь всегда слышит от грешника господь слушает молитву покаяния вот поэтому когда человек хочет спасти свою душу примириться с богом стать на божью сторону и тогда бог эту молитву всегда слышит от человека но потому что мы знаем дорогие друзья это подтверждается еще когда рассказываешь людям и говорит что вот вам есть возможность спастись некоторые люди говорят мне это не интересно я вообще не верю в это а некоторые даже такие люди попадаются которые а я не боюсь я и так в раю буду я его как я хорошая или я хорошая ничего плохого не делал знаете но кто самый первый вот я всем тогда людям говорю кто самый первый из всех людей из всех грешников вот христос паскова самого первого это был разбойник который был распят на кресте два разбойника было распято один разбойник по правую другой по левую один разбойник по поносил иисуса христа а другой разбойник говорил чё ты говорит его поносишь мы горит заработали мы за свое страдаем а он невинный и тогда он обратился к иисусу и сказал господи когда придешь царствие твое по мини обо мне ему иисус сказал что ему иисус сказал ныне же будешь со мной в раю почему разбойник признал себя грешником вот этого хватило вот так и мы дорогие друзья если мы признаем себя грешниками за наши греки если мы видим грехи свои и мы попросили прощения все господь прощает и мы переходим на божью сторону мы тогда становимся божьими детьми бог принимает потому что знаете бог не за грехи человека будет наказывать а человек наказан будет за то что он отверг спасение не принял христа потому что бог все все грехи властен и в силе простить но единственный грех который господь не прощает это не веря господу иисусу христу вот этот грех никому не проститься и поэтому если вы действительно дорогие друзья решили что год до субботы на воскресенье господь заберет свой народ и вы решили действительно чтобы не остаться на эту великую скорбь на погибель то вы вполне можете сегодня или даже еще завтра зайти в комнату свою закрыть двери за собой сказать господи стать на колени если женщина и надо платок одеть стать на колени если мужчина платок не нужен закройте глаза просто и помолите скажите господи прости меня грешника и господь вас простит и поэтому дорогие друзья вы уже станете спасенными знаете когда раньше мы не знали пришествие когда мы не знали некоторые думают а еще не скоро господь придет это не скоро не скоро а это уже вот это уже вот осталось последние несколько дней остались и все поэтому смотрите господь говорит смотрите чтоб то из вас не остался опоздавший куда в рай спасение потому что господь говорит первый раз я пришел как спаситель а второй раз приду как грозный судья для тех которые не приняли спасение в свое время поэтому вот это время написано в библии сегодня день спасения сегодня время благоприятное то есть сегодня поэтому дорогие друзья вы знаете кто-то сегодня может отойти вечность а кто-то завтра и мы не знаем потому что пришествие будет только через но субботы на воскресенье а господь может кого-то сегодня призвать поэтому лучше воспользоваться не ждать там допустим 13 числа в 10 часов вечера а лучше сегодня воспользоваться и покаяться и когда вы покаетесь воспользуйтесь этим временем и конечно постарайтесь сразу удалиться от греха потому что грех разъединяет человека с богом удаляйтесь от греха и конечно вы можете покаяться а потом для господа тоже сделать большую большое служение такое вы просто тоже можете эту проповедь переслать тоже своим друзьям везде переслать где вы только можете и вы если через эту проповедь кто-то вы пошлете покаяться то вы тоже будете от бога иметь похвалу и награду на небе поэтому вы постарайтесь сами покаяться и говорит своим близким и друзьям чтобы они тоже успели и вы этим самым других можете спасти доброе дело сделать для бога для тех людей потому что это очень важно потому что мы как бы сказать вечные у нас вечная дух душа а тело временное но вот сейчас многие многие люди они боятся это сделать покаяться боятся говорит о чем умрем я говорю да нет мы не умрем просто наше тело это временное тело бог в одно мгновение мгновение ока написано поменяет временное тело на вечное и мы будем взяты на небо живыми мы смерти не умрем и нас не будут хоронить мы живыми и поднимемся потому что написано двое на поле один берется другой оставляется двое у жерновов один берется другой оставляется двое на постели один берется другой оставляется но на постели естественно муж женой спят жена если не верующие оставляется верующий муж берется или наоборот если муж не верующая жена верующая то жена пойдет на небо ну знаете не только сейчас верующие думают что они спасены а те которые верующие уже давно верующие им особенно надо задуматься те которые члены церкви потому что для просто для людей всего мира им нужно только покаяться и они будут спасены а уже для верующих они уже должны раскаяться пересмотреть свою жизнь и они исповедаться должны поправить светильники как господь говорит и что полный светильники были масло вот они уже тогда спасаются потому что господь как говорит ибо ты не холоден и не горячь но так как ты теплый изверну тебя из уст моих теплый человек это который охладил вере и он уже слился с этим миром его уже трудно узнать что он святой человек это уже есть теплые люди а холодные люди эти которые были не верующие но они сейчас услышат эту проповедь покаются они холодные и стали спасенными а тепленькие они не в церкви они толку не приносят никакого для того чтоб церковь росла и прославлял прославляла бога и они в миру то же самое ну как бы сказать вроде как бы удаляются от греха но они уснувшие они уснувшие они как бы сказать душу свою они не спасают поэтому им надо особенно раскаяться чисто сердечно исповедаться и постараться как можно скорее справиться но уже для исправления время конечно мало поэтому дорогие друзья слава богу что вот у меня тоже через друга моего есть возможность чтобы размножить эту проповедь для того чтобы как можно больше людей узнала поэтому дорогие друзья вы тоже пожалуйста дослушайте до конца и сделайте вывод потому что знаете говорят вот когда проповедующие говорят люди говорят что а как бог решит так и будет знаете бог не решает этот вопрос этот решает вопрос только человек в этом вопросе бог дает приоритет человеку что ты выберешь или ты выберешь господа придешь на божью сторону раскаясь а или ты останешься с дьяволом человек если ты не раскаялся не принял иисуса христа то ты человек остается с дьяволом и также с дьяволом пойдешь погибель потому что христос сказал кто мне служит но и до последует где я там и мой слуга будет поэтому надо и поверить и стать на божию сторону служить господу это творить волю божию а воля божия чтобы мы шли научили все народы и когда вы покаетесь вы тоже творите волю божию размножайте эти ну как бы рассылайте везде где только можно эту проповедь чтобы люди покаялись потому что последнее мгновение а человек вечный он или веки вечный будет проводить в раю что будет в раю мы святые люди будут ходить по золотым улицам там не плача не болезни не скорби не будет ибо прежнее прошло а что будет в аду в аду будет плач стон и скрежет зубов человек когда господь воскресит всех людей всех грешников все люди предстанут пред господом будут отвечать за свою жизнь бог за все все людей неверующих призовет на суд божий и там человек предстанет пред богом с вечным телом тело уже будет вечно и с этим вечным телом после суда ангелы будут бросать людей в озеро огненное но для грешников суд будет еще через тысячу лет а святые сейчас уже воскреснут и поднимутся на небо а грешники еще тысячу лет будут в аду мучиться без их еще мучить будут а потом уже будет для них суд и поэтому дорогие друзья хотелось бы чтобы успели стать на божью сторону чтобы успели спасти душу свою потому что ваша душа она очень ценно бог поэтому вам и дал как бы сказать возможность выбрать спасение души или отвергнуть бога или принять потому что спасайте ее потому что она если вы соберете все золото вот час все бриллианты все золото собрать все машины дома продать невозможно купить одну душу потому что душа человека вечная и человек создан по образу и подобию божьему для вечной жизни так как бог поставил человека во главе в этом мире то и дьявол и охотиться на этого человека чтобы его погубить и поэтому дорогие друзья умоляю вас и прошу не отдавайте бесплатно душу дьяволу боритесь за свою вечность за свою вечную душу до благословит всех вас господь да со делает вас крепкими и чтобы вы все перешли на божью сторону благословений вам дорогие друзья я благодарю вас что вы слушали прослушали эту проповедь и благословений вам от бога аминь